Всех благ и пусть будет мир. Итак, я небольшую преамбулу зачитаю несколько цитат и потом уже попрошу вас прокомментировать все это. Глава МИД Турции говорит, сейчас переломный этап для региона. Нас ждет либо большая война, либо большой мир. Премьер-министр Израиля Нетаньягу в обращении к израильскому народу заявил, наша война с Хамасом это борьба между осью зла Иран, Избалла, Хамас и осью свободы прогресса. Министр культуры и спорта Израиля говорит, Эрдоган открыто поддерживает Хамас, а отношения с Турцией нуждаются в пересмотре. Известно, что Турция приостановила сотрудничество с Израилем по реализации совместных проектов в энергетике, по строительству Москового газопровода в Средиземноморье. Предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль отменены. Мы видим четкое обозначение Израиля, как ось изла, как они это назвали, Иран, Избалла, Хамас, теперь уже и Турция. Непонятно пока идет ли Азербайджан в этой же связке и где находится Армения. Итак, по порядку. Вернемся к самой первой цитате главами Турции. Сейчас переломный этап для региона, нас ждет либо большая война, либо большой мир. Вопрос такой, от чего, как вы думаете, это зависит? Исторически, как правило, все идет в связке. Или шло в связке. Сначала война, потом большой мир. И очень часто большой мир проваливался. Вот Версальский мир, например, в Армении воспринимают как очень небольшую часть этого мира. Северский договор, там недозаключенный какой-нибудь. Ведь это же была попытка заключения очень большого мира. И этот мир разваливаться начал просто вот тут же. Просто немножко надо знать дипломатическую историю. Я сам в этом путаюсь, потому что я не специалист по этой дипломатической истории. Когда там в Женеве потом конференция, в Рапало, генуэзская конференция. Ну, Рапало, значит, где советская Россия, с которой никто не имел отношения, кроме Турецкой Республики. И Германия, которая побежденное государство, на тот момент заключает отдельный, значит, сепаратный договор между собой. Значит, тогда Германия будет торговать с Советской Россией. И вот это было огромным сюрпризом для Великобритании, Франции тогда. А Соединенные Штаты, ко всему прочему, есть такие поразительные перепевки во времени. Как говорил великий польский сатирик один, история не повторяется, но часто рифмуется. Президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон исчез в тот момент. Жена говорила, что работает с бумагами. Мы теперь знаем все эти отговорки. Телевидения не было в начале 20-х годов. И радио, в общем, еще не было. Но историки до сих пор разбираются вообще, что произошло с президентом Вильсоном. Скорее всего, инсульт какой-то его постиг. Короче, Соединенные Штаты без лидерства остаются. И Конгресс Соединенных Штатов начинает выступать против президента. Знакомо звучит, да? И заявляет, что нам вообще не надо во все это вмешиваться. Мы за океаном, и мы отсидимся. В результате Соединенные Штаты, которые предложили создавать новую архитектуру мировую. Как раз лозунг права нации на самоопределение. Они и вышли из этой лиги наций первыми. В результате пришлось англичанам тогда довольно быстро пытаться ремонтировать только что, казалось бы, созданную мировую архитектуру. И вот из последствий этого возникновения, как они уклончиво говорили, еврейского дома, или дома для евреев в Палестине, которая была до того, османской территории, до 1918 года, попала под некий мандат лиги наций, тогда который был передан Великобритании. И Великобритания начинает там под этим мандатом готовить к независимости и арабское население, и еврейское, которое туда начинает прибывать. И одновременно, буду ли вам рассказывать, они появляются в Закавказье, они пытаются установить и свой протекторат, и некий мир от Баку до Батуми, что их интересовало, пока не придут большевики в 11-я армия. Вот это все очень важно помнить. И впоследствии они пытаются еще лет 20 отремонтировать этот свой Версальский мирный договор, пока это не обернется Гитлером и Второй мировой войной. И вот тогда, уже после Второй мировой войны, действительно появляется большой мир, и он, честно говоря, был поразительный. Вот то, чего мы сейчас не наблюдаем, это этих поразительных моментов 45-го года, когда появилось, ну вдруг, после десятилетий, в общем, геноцида и убийства, геноцида в мировом уровне. Я понимаю, что армяне перенесли, один из примеров, конечно, это армяне, но а китайский народ, который понес какие колоссальные потери в 20-е, в 30-е годы, а народу Югославии. Вот после этих страшных десятилетий, вдруг у вас появляется вера в прогресс, в космос, в организацию объединенных наций, появляется государство Израиль, демократическое и социалистическое, прямо скажем. И вообще все становится как-то гораздо сразу лучше. Идет экономическое развитие. Вот этого мы сейчас не наблюдаем, поэтому я должен сказать, что, скорее всего, мы в мире находимся в ситуации примерно как-то напоминающей 1930-е, скорее даже, годы, когда, напомню, мировая война фактически шла, но она разделялась так. Вот в Испании гражданская война. В Испании, Германия и Италия, фашисты выступают с одной стороны, интерн-бригады с другой стороны. То есть это не совсем гражданская война в одной стране, прямо скажем. Вот такого рода конфликтов мы видим сейчас все больше. Если это подвести под одну черту, это действительно мировая война. Люди все время, очень многие политологи начали в последнее время задаваться вопросом, это уже или когда начнется мировая война. Эта мировая война, она идет уже почти два десятилетия. Мировая война это борьба крупнейших держав мира за установление правил. Так называемая гегемония. Гегемония это больше, чем господство. Господство это когда вы всем даете по башке дубинкой. Гегемония это авторитет. Это огромный авторитет, когда и просто не обойдешь. Хочешь, не хочешь, а все равно в долларах совершаем операции. Хочешь, не хочешь, а все смотрят голливудские фильмы. В Гарвард посылают своих детей, а не в китайские еще университеты. Это элементарно, кока-колу пьют. Я очень извиняюсь. Да, конечно. Кока-колу у всех на столе есть. Да. Это примитивный такой пример, но он очень о многом говорит. И детей, когда начинаешь смотреть, какому языку учат. Это же не потому, что Англия у нас сейчас гегемон. Она была когда-то. Да, понятно. Вот сейчас у нас это проблема, когда Соединенные Штаты уже пробыли гегемоном очень долго. По крайней мере с 1945 года. Скорее с 1942-43. Вот они были ведущей страной. Было понятно, что без них никуда. Даже Советский Союз. Если воровать где-то технологии у американцев, если сотрудничать в космосе с американцами, если все договора, серьезный договор какой-либо заключается всегда с американцами. Вот это то, что Барак Обама назвал indispensable power. Необходимая держава. Необходимая для заключения всех соглашений и договоров. Сейчас мы видим, как Соединенные Штаты попытались сначала при президенте Буша в одностороннем порядке, Буша-младшем, переподтвердить свой чемпионский титул в Ираке и в Афганистане. Борьбой с терроризмом мировой. Ну и что? Где это американское присутствие в Афганистане и где мировой терроризм? Вот это и был тот громадный сигнал на фоне того, что множество неурядиц в мировых финансах или несуразностей происходит, когда финансы значительно превышают физическое производство чего-либо, когда многие страны практически не росли несколько десятилетий уже, их экономики более-менее стагнировали, огромное количество людей уезжает из них. Вот в этой ситуации такой безнадежности появляются лидеры стран, прежде всего Азии, куда уходило больше просто промышленности в последние, опять же, десятилетия, но тот же Китай, та же Турция, сборочный цех, размещается там Индия. И вдруг они вспоминают, лидеры этих стран, что вообще-то мы древние цивилизации. Вообще-то мои предки там 500 лет назад, это реально, 500 лет назад они действительно были крупными империями. А что это нам? В 90-е годы, да, они вынуждены были соглашаться, что у нас, в общем, демократия почти как у вас, мы идем, в общем, мы как бы, да, подражаем, но она такая, конечно, была имитационная. Но вы знаете, это время занимает построить демократию, или потом у нас демократия такая, значит, со своей спецификой национальной. Вот у нас вот так это принято. А сейчас даже не надо оправдываться, надо говорить, что нет, вот это наши великие цивилизационные традиции. Да, кстати, я как социолог хочу сказать, что слово цивилизация не имеет статуса у нас термина. Это обыденное слово. Кто-нибудь может мне объяснить, чем цивилизация отличается от культуры? Это что, очень большая культура какая-то, или очень древняя? Это движение, наверное. Ну, хочется сказать что-нибудь такое, что вот наши... Движение по спирали, если можно сказать, развитие культуры, да? Какой культуры, опять-таки? Культурности, может быть. Ну, в общем, не будем подгадывать. Они имеют в виду, значит, культурность, это я всегда все разбираю, это отдельный разговор, но очень важный. Надо все разбирать на кусочки, потому что эта культурность вырабатывается всегда элитами, потому что музыку, сложную музыку, кто имел возможность себе позволить слушать, сложную еду, то, что в ресторане подают, кто имел возможность себе. А простой народ во всем мире, он ел что-то типа каши всегда во все времена, потому что больше еще не мог позволить ничего. Это не цивилизованные массы. Значит, сейчас был брошен вызов Западу более-менее откровенно, целым рядом такого рода государств. Вот оставьте нас в покое, мы будем по себе, давайте. Мы себе, по крайней мере, если мы не можем весь мир контролировать, мы вокруг себя соберем некую зону влияния. Вот Турция пытается такую, Россия пытается такую сферу влияния вокруг себя собрать. Да, а вы туда не лезьте, потому что это не ваше дело, а у нас тут есть своя цивилизация. И это тоже не работает. Мы тоже хорошо видим, как это у них не работает, как перенапрягаются финансы, как в Китае, посмотрите, исчезают один за другим то министр иностранных дел, то министр обороны. Все время приходится кого-то снимать, что-то там под ковром происходит, что-то такое по-крупному. И поэтому момент сегодня опасный. Запад, безусловно, мог бы расправиться со всеми этими поползновениями, если бы у Запада вообще была политическая воля. А какая политическая воля, когда опять посмотрите на Соединенные Штаты, не могут избрать спикера Конгресса? Избрали вроде бы. Ну вот, сколько раз. Значит, это просто, я цитирую, новости последних дней. Политической воли нет или цель? Вы вот сейчас говорите нет. А воля зависит от возможности. Да, да, да. Цель понятная какая, значит, сохранить себя и как вокруг себя союзников. Это будем называть международным сообществом. Оно должно руководствоваться международным правом, международными нормами, институтами. Вот это все Соединенные Штаты вокруг себя должны были создавать. Евросоюз пока один из крупнейших провалов на этом горизонте. Потому что идея-то была очень внушительная. И вдруг появляется, скажем, господин Орбан в Венгрии, который доказывает действием, и весьма цинично доказывает, что в Евросоюз трудно вступить, но невозможно выгнать. Если ты уже туда попал, можешь почти что угодно с тебе делать. Можешь вступать в ассоциацию тюркских государств. Пускай они изумятся. А для чего это надо, по-моему, все очень просто. Вы хотите обрезать нам какие-нибудь субсидии? А мы сейчас проголосуем где-нибудь. А у вас же в Евросоюзе голосуют еднодушно. А вот мы кого-нибудь из российских олигархов будем выводить из-под санкций. А вот мы сейчас Украине не дадим передать какую-нибудь помощь. О чем это свидетельство? Это свидетельство о разброде. А разброд это как раз момент, когда у вас рушится мировой порядок. Вот значит, любая мировая война, это война за мировой порядок. Вот это и есть то, что сейчас происходит. Это не Третья мировая война. Как я много раз уже говорил, наверное, Пятая или Шестая. Потому что в современном мире это начиналась первая попытка установления мирового порядка. После 1500 года. Это власть католического папы в Ватикане, от лица которого выступала бы испанская монархия. Сегодня это приходится пепел класса. Помните? Какие-нибудь там Тиль Уллиншпигель. Какая была инквизиция. Как они подавляли этих всех своих еретиков. А как они открыли Америку при помощи товарища Колумба. Какие богатства хлынули в Испанию. И вот тогда не получилось. Это была колоссальная война. Мы ее знаем как реформацию. Как войну католиков и протестантов. То есть сейчас вот эти очаги, которые мы видим. Все связаны. Все связаны. Не потому, что кто-то регулирует это все. А климат такой. Хорошо. Но это все называется сейчас одной мировой войной. Но это я назвал. Давайте так. Это вы тоже сказали. Вы думали, это началась война. Или уже война. Или начнется война. Теперь давайте вернемся все-таки к тому же, с чего мы начали. Эрдоган говорит, либо это будет большая война, либо это будет путь к миру. От чего зависит, вопрос мой был. Вот сейчас такая ситуация, как будто фигуры на доске расставляются. Страны фигуры. Идет расстановка фигур. Вы думаете? По-моему, уже. Спрашиваю. Да, по-моему, уже. Какой этап сейчас? Нет, посмотрите. Израиль уже определяет. Продвинутый кризис. У меня даже вопрос был, Азербайджан в этой связке или нет. Мы знаем, как изменился Азербайджан. Да, изменились их настроения. И вектор изменился. Поддержки или не поддержки. То есть, что идет сейчас, чтобы не я говорила? Какой процесс сейчас мы видим? Очаги мы уже обозначили. Процесс хаоса. Все-таки хаос. Конечно. Хаос — это когда у вас все разваливается. Мало у кого что вообще получается. А доска хоть есть? Ты там тоже не поймешь, где провалится, где дырка в этой доске образуется. Кто с кем, чем занимался. Давайте более конкретно. Есть противоречия. Хороший такой старый марксистский термин. Противоречия накопились в огромном количестве. И как их разрешать? Нет даже... И совпадение интересов. А совпадение интересов почти нигде нет. Значит, смотрите. На это тоже обращать внимание. У Китая и Соединенных Штатов гигантское совпадение интересов. И при этом, если они начнут войну, а разговор идет уже просто когда и какими средствами. Совпадение интересов просто в том, что Соединенные Штаты, как известно, до 1970-х годов Соединенные Штаты были богатейшей страной мира финансовым донором. То есть посылали американскую помощь. Все старались купить. Ну, потому что все старались купить американскую технику. Автомобиль это был Ford или Buick. Вот вы уже сказали Coca-Cola. Все было американское. Где-то со времен президента Рейгана, это давно, казалось бы, и Рейгана вспоминают обычно сейчас хорошими разными словами, но ведь Рейган добился перезапуска американской экономики тем, что буквально сорвали все пломбы с регулирующих механизмов, которые были встроены во время Великой депрессии. Еще во времена предыдущих, то есть Рузвельта, которые не давали банкам вырасти слишком большими, потому что иначе задавит местный бизнес. Которые не давали вывозить капитал слишком легко по всему миру. В результате капитал стал вывозиться. И вдруг в Соединенные Штаты хлынул огромный поток иностранного капитала. Соединенные Штаты стали должником вместо того, чтобы быть донором, как они были раньше. Вот это фундаментальная такая вещь, о которой почему-то очень редко даже помнят. При этом Соединенные Штаты остались долларовой страной. Хотя отказались еще в 1969 году. Кстати, это и было основой ООН. От Бреттон-Вудской системы, так называем. Было такое местечко Бреттон-Вудс, курорт Соединенных Штатов, где в 1944 году собрались экономисты и планировали, вот после войны, как будет мир выглядеть, чтобы не допустить новой Великой Депрессии. И договорились, что все валюты мы соединим в такой плавающий курс. Вот у нас будет Всемирный банк. Теперь у нас не национальный банк, а Всемирный будет. У нас будет, и это же ООН, между прочим, за Всемирным банком, за Международным валютным фондом, кто стоит. Это их органы. То есть, Международный валютный фонд планировался как Министерство финансов, ну, в общем, мирового правительства. Такого копирогива главных государств. Мы все будем совместно решать. А Совет Безопасности, ну, если надо засвистеть полицейский свисток, то вот Совбез для этого существует. Но Совбез распался почти сразу, потому что там и Советский Союз, и США договориться никогда не могут. Право Вета, помните? Ну и сегодня он. Вот, поэтому он не имеет значения, поэтому эта организация выглядит настолько беспомощно. Так вот, Соединенные Штаты начали залезать в огромные долги, вот, еще в 1980-е годы. И продолжали, в общем, потому что все, кто хотят куда-то вывезти свои деньги, в конечном счете выводят их, скорее всего, в доллары. И складируют где-нибудь в офшорах, контролируемых Соединенных Штатами, отмывать лучше всего через фондовые рынки, где-нибудь в Нью-Йорке. Потому что несколько раз там прокрутил, уже почти никогда не найдешь никаких концов. Поэтому, будь то там диктатор в Нигерии или в Баку, куда вывозить деньги, значит, если вы не знаете, куда толком пристроить свои капиталы, даже в Европе, вот, хорошо, в Азии. Вот, вы вывозите их в Америку. В результате у нас странная очень ситуация. Китай, который до сих пор не самая богатая страна мира, население, прямо скажем, много богатых китайцев, Китай очень большой, может быть, 100 миллионов миллионеров. Но, там полтора миллиарда людей, и многие все еще очень бедные. И вдруг вот эта страна является крупнейшим кредитором Америки. То есть, вы когда-нибудь задумались, если Америка крупнейший должник мира? А кто является крупнейшим кредитором? Те, кто поставляют Америке что-либо. Почему? Потому что Америка тогда соглашается покупать их товары. Значит, Китай дает в долг Америке, покупает американские доллары, держит их у себя. Америка покупает китайские товары. Потому что, если Америка перестанет покупать китайские товары, или, скажем, Саудовская Аравия продает свою нефть, опять-таки, за нефтедоллар. Обратите внимание, что нефть, тоже отдельный разговор, но тоже очень важный. Нефть — единственный товар в мире, который почему-то, цена на него определяется, в каких-то баррелях, никто не задумывается, это бочки. Это бочки из-под виски кентукского, баррель водки, виски. Это американские, причем ветхозаветные какая-то меры измерения. Но нефть в баррелях и в долларах. Вы когда-нибудь видели цену нефти в дирхамах, например, хотя бы, в эмиратовских дирхамах? А дирхам, саудовский реал, они «пегд», привязаны к американскому доллару. Вот это и есть гегемония. Все зависят от американского Центробанка, то есть Федеральной резервной системы. Если Соединенные Штаты вдруг не смогут покупать их нефть, их товары, их китайские мягкие игрушки, все эти айфоны, что будет с китайской промышленностью? Что будет тогда? А в Китае уже безработица растет. А в Китае вообще-то население, скажем так, оно очень терпеливое, оно очень интересное китайское население в этом смысле. Они терпят-терпят, а потом взрываются, и там регулярно проходят крестьянские войны, которые сметают целые империи. У них есть эта история, они, видимо, очень хорошо ее знают, очень боятся. Вот это и есть противоречие. Соединенные Штаты находятся в связке с Китаем. Разрешить между собой вопрос, кто из них главнее, кто будет пользоваться какими правилами, не получается. Будет у нас один пояс, один путь, или будет какая-нибудь глобальная инфраструктура под водительством Вашингтона. И тут еще пытается в это встроиться Россия. Встает очень интересный вопрос, а где Япония среди всего этого? У Китая есть свои противоречия с Индией. Причем, посмотрите, две атомные страны, и когда их пограничники начинают драться из-за каких-то горных перевалов, дерутся камнями и палками. Тоже очень интересное, да? Но не атомными бомбами. Вот только. А Турция где? Которая пытается играть роль Китая ближе к Европе. Мы будем сборочный цех, у нас молодое, неприхотливое население, профсоюзы не очень-то развиты, и на экологические нормы мы можем закрыть глаза. Вот это и есть главное противоречие. Тебе что с этим сделала война в Израиле? Это, как очень многие войны, начинается с конкретного какого-то местного противоречия. Значит, у вас очень большое здание подгнило, вот все что-то пытаются отломать, кто-то пытается себе немножко сделать лучше нишу, вот оттаскивает какую-то доску в сторону, и вдруг начинает рушиться половина этажа. Вот это примерно как началось в Израиле. Там более-менее понятно, по-моему, Александр Эскандерян, кто у вас, рассказывали очень все это подробно. Да. А какие будут последствия? Потому что там было понятно, что Израиль тоже вполне логично может прийти в связку, с арабскими монархиями залива. У тех очень много денег, но нет столько людей, нет столько образованных людей, есть рынок, есть покупатель. В общем, с Израилем вполне это все стыкуется. Ну, конечно, встает вопрос о Палестине. Это такой супербольшой Карабах арабский. А как же тогда Палестина? И в отличие от арцахцев, в Палестине нашлись вот такие супер... Их все время пытались задабривать. Возьмите какую-то помощь, мы вам миротворцев можем каких-то прислать, и вообще израильтяне же не так плохо себя ведут, там же вас не убивают. Значит, вы ездите там на работу, когда вас пускают в Израиль. Вам дают удостоверение, вы ездите на работу. Иногда вас не пускают, потому что на подозрении все палестинцы. И вдруг одна из организаций палестинских... А тоже надо учитывать. Одна из. Почему, скажем, когда-то несколько лет назад совершенно дикие возникают исламисты в Ираке и в Сирии, провозглашают халифат и демонстративно, какими-то чудовищными способами убивают людей, чтобы показать это в интернете. Потому что надо было выглядеть круче самой Аль-Каиды. То есть, это конкуренция, если хотите, в медийном пространстве тоже. Вот здесь тоже такая конкуренция, показать, что мы совершенно беспощадны, мы можем такое сделать, что никто из вас и не решался бы подумать обо всем этом. Значит, это взрывает соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Вот, или подрывает его. С одной стороны, опять же, противоречие, когда все идет в противоположные стороны, казалось бы. С одной стороны, Эмираты, Саудовская Аравия пытаются урегулировать как-то отношения с Ираном и с Турцией, которые были ужасными до недавних пор. Ну, турецкие военные базы, например, находятся в Катаре. Катар практически под военной блокадой Саудовской Аравии и Эмиратов. Иран никогда не сознается. Иранцы просто мастера асимметричных ответов. Никто никогда не признавал, но откуда-то прилетели дроны в Саудовскую Аравию и нанесли очень значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Это три года назад. Почему-то ракеты появляются в Йемене у этих хусидских повстанцев. Хезболла почему-то растет. В Ливане ничего не работает, а вот у Хезболлы есть продвинутое оружие, которому вроде бы помогает Иран, но вроде бы всегда отказывается. И вот начинаются какие-то сближения. Давайте попробуем это регулировать. И вдруг все это взрывается опять. То есть кто, кого, как использовал в темную. Я думаю, мы вообще не должны даже догадываться. Потому что они друг друга... Очень простой принцип, как это объяснить извне. Все думают, что используют друг друга в темную очень хитро. А вот сейчас мы их разведем. Происходят такого рода разводки. Когда происходит что-то такое ужасное, нет больше... Нет такой возможности, как когда-то была челночная дипломатия Генри Киссинджера. Когда в 1973 году, возвращаясь к баррелям и петродолларам, когда Киссинджер во время предыдущей войны арабов с Израилем, но это была война между государствами, все-таки это Сирия, Египет. Киссинджер начинает челночную дипломатию проводить. То есть как челнок летает туда-сюда, со всеми договаривается. Мы до сих пор не знаем точно, о чем он договорился. Но мы видим результат. Нефть? Вот. Мы все видим результат. Нефть все равно... Мы не видим, что там под спудным происходит. И вот теперь мы не видим результат. Мы всегда видим результат. Сейчас давайте вернемся сюда. Какой результат мы хотя бы на этот момент видим? Я не говорю, что потом будет. Что мы сейчас видим? Мы видим промежуточные... Так. В этой игре, что мы видим? Да. Всегда обратите внимание, что когда мы говорим игра или глобальная игра, это что-то очень жесткое и нередко некрасивое. Вот. Иногда красивое. Вот. Тоже бывает. Как вдруг какие-то благородные жесты помощи. Вот. Но в основном это что-то очень жесткое. И это часто непрогнозируемое самими игроками. Потому что... Ну как? Знаете, как в боксе. Люди наносят удары. Контрольное? Да. Наносят удары. И удар пройдет или будет парирован. А иногда удар вдруг проходит. И вдруг неожиданно кто-то валится в нокдау. Такой неожиданностью было сопротивление Украины. Кстати, для меня это всегда интересно. Когда я более-менее представляю себе, где могут быть серьезные военные специалисты. То есть есть менее серьезные, которые относятся к войне как к такой видеоигре. Значит, давайте посмотрим. А эти дроны сколько могут чего сбить? А какая дальность действия? А сколько килограмм бомб там может нести? Есть более серьезные, которые задаются вопросом. Всегда надо задаваться вопросом. А почему украинцы все-таки не были разгромлены в первые дни войны? Соотношение сил и средств было гигантским в пользу России. И более того, ведь, кстати, как и в Армении, в украинском обществе значительная была часть пророссийски настроенных, или, по крайней мере, нейтрально, а не надо ссориться. А как-то мы всегда были здесь, и зачем нам в НАТО и Евросоюз? Ну, может быть, была где-то 30-40 процентов, какая-то значительная часть, которая выступала за движение на Запад, и была довольно значительная часть, которая говорила, либо вообще не надо, либо... Были политики, которые были, ну, просто личными друзьями, даже родственниками Владимира Путина, как мы знаем, да? Значит, были, судя по многим признакам, потрачены огромные деньги на поддержку этих политиков. И была, в общем-то, выглядящая весьма сильно, в общем, продолжающая сражаться невероятно даже и по сей день российская армия. Продолжает жестоко, несет огромные потери, но продолжает сражаться уже два года почти. Поразительно. Так вот, эта армия не смогла достигнуть успеха в первые же дни. Почему? Что позволило украинцам, или кому из украинцев, да, это та самая украинская армия, которая показала себя в 2014 году, там, в Крыму, потом бои на Донбассе, показала себя, ну, не лучше армянской в некоторых условиях, да? Какие там у них были окружения, какие они потери несли. В общем, почти не удалось нигде ничего отстоять. Закрепились едва чудом. Тоже не очень понятные истории, каким образом удалось там Харьков все-таки удержать, или Днепропетровск, как он тогда назывался. Так вот, это и есть один из важнейших вопросов к военным тактикам сейчас эстраги. Что там произошло? И что происходит дальше с этой войной? Россия увязла в этой войне. Вот Россия, казалось, вполне уже себе обеспечила сферу влияния. В нее вошли Казахстан после известных, на самом деле, совершенно неизвестных событий. Как они говорят. Посмотрите, когда говорят события, это значит, не могут найти слова. Да. Что же там произошло? Что же там было, на самом деле. Это, кстати, тоже эпическое, шекспировское предупреждение. Вот посмотрите, где семья Назарбаева? А ведь совсем недавно. А где семья Ислама Каримова, узбекского? А что происходит сейчас в Киргизстане? Куда двигается Таджикистан, Туркменистан? Перейдемся к тому, что Россия обзавелась... Это очень важное предупреждение Азербайджану. Азербайджану почему? Потому что это схожие режимы азиатские. Это режимы семейной власти. Это режимы, чья экономика и власть основаны на нефти. Ну или газе. На неких энергоносителей. Это есть тут родовое сходство. При этом, конечно, Азербайджан начинал с неоспоримо лучших позиций. Потому что у них был Гейдар Алиев. И прямо скажем, даже Нурсултан Назарбаев. Он появился только в самом конце перестройки. Потому что, ну скажем так, Алиев ведь мог стать главой Советского Союза вместо Горбачева. Не мог на самом деле, просто потому что он не русский. Просто потому что все остальные республики Советского Союза. И литовцы, наверное, и узбеки не согласились бы на нерусского. Как, кстати, в НАТО, как происходит это часто. Значит, главой должен быть американец. Потому что если будет немец или француз, у всех остальных возникнут вопросы. Гейдар Алиевич был гораздо более крупным игроком, чем его родная Нахичевани и даже Азербайджан. Вот это многие сегодня не знают или забывают. Назарбаев появился только в конце перестройки. Потому что был нужен премьер-министр Советского Союза. При Горбачеве, который бы показывал, что вот как раз не русский у нас появился в обойме. Но Назарбаеву гораздо более успешно удалось распорядиться все-таки своими, видимо, нефтедолларами. Построили новую столицу. Более-менее, в общем, построили. И построили университет, по крайней мере. И школьная система, которая, очевидно, совершенно производит кадры, ну, сейчас вполне мирового уровня. Казахских студентов много. Молодых казахских студентов, которые разъезжаются по миру с хорошим знанием английского. Их, ну, страна не тут не столь велика, но по площади велика. Население не такое большое, конечно. Азербайджан сконцентрировался на культе личности, на престижных объектах и на Карабахе. В общем, на разворовывание собственных средств и на вкладывание их в то, что, ну, господи. Что они делают для того, чтобы доставить неудобства Армении? То, о чем любит говорить все время здесь Александр Эскандерян. Что вот дорога из Армении в Армении, и посередине должен вылезти азербайджанский пост. К этому посту приходится провести еще одну дорогу, которая стоит денег, которую, возможно, делают с турецкой помощью. Это значит, что деньги вообще из страны уходят. Кто пилит азербайджанский бюджет? Это же закончится. Это же такой чемодан без ручки. Вот сейчас что они будут, как они будут осваивать? Это ладно. Вместо того, чтобы построить себе новую инфраструктуру знаний, вместо того, чтобы построить страну, в которой не страшно жить, сконцентрировались на культе личности Ильхама Алиева. Потому, когда я говорю, что у Азербайджана проблема нефть, Алиев и дружба с Турцией, это звучит как шутка, конечно, и формулируется как шутка. Но это есть на чем тут подумать и поговорить о чем. Пощупать все это. Я никогда не уверен в том, что я говорю. Я же наукой все-таки занимаюсь. Когда вам кто-то, кстати, говорит, что «а вот, а я это знаю, потому что я так думаю». Это не наука. Наука, так, а данные у нас есть, давайте посмотрим, что у нас есть. Данные могут быть сопоставительные. Вот если мы Азербайджан поместим в одну категорию с центрально-азиатскими, а с другой стороны очень много таких арабских режимов. Когда-то был Сирия, Ирак, Египет, Судан. Мы все знаем, как эти пожизненные президенты. Везде были пожизненные президенты. Дустуровская республика в Тунисе, если кто-то знает такое высокое слово. Чем все это кончилось? И где это сейчас? И это совсем не означает ничего хорошего в будущем, в том числе для Армении. То есть, когда создано общество с вот такой крайне радикальным флангом, в значительной степени молодым, обозленным, и где толком, в общем, похоже, нет никаких способов продвижения наверх, кроме как через силовые структуры, где никто не зарабатывает, ну, скажем, как в Армении айтишники. Нет, 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 это в Азербайджане. Азербайджан описывается. Ну, как описывается, что похоже на Армению? Нет, потому что вы сказали, опасно также и для Армении. Опасно для Армении. Почему тогда вопрос? Потому что в Армении, ну, я понимаю, люди очень устали от войны, есть надежда, что какой-то мир заключимый, в общем, может быть, как-то все это успокоится. Но вот не успокоится. И верят в Армении, вы думаете, что мир заключат и их все успокоятся? Это к вам, наверное, скорее вопрос. То есть, вести переговоры надо всегда. Потому что это другая часть ведения войны. А что может быть? Есть просто другие надежды, что, скажем, Алиевский режим развалится. То, что он развалится, это предсказать очень легко. Когда и как он развалится, это предсказать невозможно. Да я всегда привожу очень простой пример. Если я вам скажу, что в 2030 году, в январе, в Ереване пойдет снег, ну, это смешно, это все знают. А если я вам скажу, что 15 января пойдет снег, через 10 лет, скажем, или через 7 лет, выпадет полсантиметра снега, это тогда откуда ты знаешь такие детали. Значит, после Алиева я совсем не... То есть, я не ожидаю ничего хорошего в Азербайджане. То, что Алиевская династия закончится, и закончится, скорее всего, плохо. Посмотрите на арабские страны. Чем это обычно заканчивается? Посмотрите на Центральную Азию. Это лучший вариант. Потому что в Узбекистане перехватили управление, в Казахстане перехватили. Давайте, простите, вернемся быстро к России здесь. Что произошло в 2022 году? Казалось, Соединенные Штаты колоссально проиграли. Вот это вот удар зона. Вот все, только что, значит, из Афганистана их выгнали. Причем, как выгнали? С какими позорными картинками? Россия в это же время и в Карабахе, по миротворцу уже, значит, и в Казахстане. Белоруссия уже в кармане просто. В Лукашенко, куда он денется после этих избитых толп протестующего народа, значит, твоих. Ну, в общем, остается Украина, которая, в общем-то, на треть, на 40% пророссийская, да, казалось бы. И вдруг не получилось. И после этого начала катиться куда-то под откос. Карабах, на самом деле, это часть вот этого процесса, который катится под откос. С другой стороны, значит, Турция, которая столько раз пыталась какие-то проекты заявлять. Ну, Эрдоган вообще великий мастер. Вот он действительно политик. Потому что в отличие от Путина, которого его же привели, откуда-то за руку. Он тоже политик, и он очень, он приобрел огромный опыт, конечно, он опытный политик, очень жестокий, по-своему, очень талантливый. Нельзя ни в коем случае таланты Владимира Владимировича Путина сбрасывать со счетов. Есть среди либеральной общественности и такая тенденция, но тогда невозможно объяснить, как человек остается у власти столько лет. И в том числе последние два года. Но это совсем другой политик, не публичный, в отличие от Эрдогана. А этот, напоминаю, в тюрьме даже успел посидеть, за чтение стихов исламистских. Был мэром Стамбула, добился власти, потом расставлял своих родственников и друзей, сажал по тюрьмам военных, добился контроля. И постоянно, посмотрите, как он менял личины. Он же был когда-то проевропейский. Вообще газету, скажем, Financial Times, лондонскую, посмотрите, что они пишут о Турции в районе 2005 года. Ура, вот наконец, вот она, исламская демократия появилась, у вас либеральная. Потом он, значит, собирался защищать палестинцев. Помните, какие он скандалы устраивал с премьер-министром? Помните, с тем же Нитаньяху или нет? С другим. В общем, когда он встал со стола в Довосе. Я сказал, вы геноцид там устраивали. Да, да, что-то вот. Посылали там. Геноцид на геноцид. Ну, он мастер заявлений. Заявления в основном для разогрева внутренней аудитории, что там сто лет назад мы в слезах ушли из Иерусалима. А ведь большей частью правда. Вот, действительно, там были османские войска. А ушли из Кувейта, кстати, еще тоже помнят арабы, ушли из Ирака. То есть могла бы быть Османская империя еще и нефтяной сверхдержавой. Обидно, да? Значит, после этого он заявляет одно за другим. Но последнее, что он, видимо, начинал придумывать, это давайте теперь тюркское какое-нибудь братство. У него постоянно проекты какие-то. И они все какие-то завораживающие воображения. Обратите внимание просто про пан-тюркизм. Вы помните, был такой пан-германизм в 19 веке? Пан-славизм в Российской империи? Ну, пан-арабизм. Где все эти паны? Пан-африканец. Паны пропали. Хоть один из них мог состояться. Эрдоган и Путин. Ну, люди борются как могут за выживание своих режимов. У них поразительно сходные проблемы. Если, скажем, у американцев, как всегда, изоляционизм против космополитического крыла истеблишмента борются. В России это всегда какая-то крымская война против всего Запада, как в 19 веке. А в Турции это всегда что-то балансирование на грани османского банкротства. Когда Турция постоянно, да и Россия, в общем, не по средствам позволяет себе внешнюю политику и, скажем так, пропагандистское оформление всего этого, представляя себя больше, чем они есть на самом деле. В связи с этим им приходится постоянно загонять самих себя в какой-то угол, из которого они потом опять выбираются. Это как когда-то шутил советский комик. Мы создаем проблемы, а потом их преодолеваем и становимся героями. Так что мы сейчас наблюдаем довольно жуткую ситуацию в мире, но давайте просто скажем что-нибудь оптимистичное, наконец, про Армению. Армения маленькая, но очень важная. Именно потому, что она находится как такой блок, как такой на Южном Кавказе, и через который можно поворачивать очень большую геополитическую плиту. Потому что, ну, вот мы только что увидели, мы пережили драму за последнюю неделю, огромную геополитическую драму. Не знаю, заметили ли ваши слушатели, по крайней мере, как Франция вдруг просто всунула ногу в дверь, которая, казалось, уже закрывается. И теперь это еще одно противоречие. Французский спецназ будет готовить армянский спецназ. Наверное, надеюсь. А азербайджанский спецназ готовит турецкий спецназ. Турция и Франция — страны НАТО. Ну и как вам это? Это к вопросу про то, что, да, может быть, Россия уходит куда-нибудь, да ради бога, а вот кто приходит и кто. Почему Франция тоже более-менее понятна. Вы понимаете, что если Франция начинает поставлять оружие Армении, это не может быть без согласования с другими государствами НАТО. Просто это разделение труда. Франция, ну у вас и без того отношения с Турцией испорчены. Дальше нет. Ну, Эрдоган предлагал господину Макрону обследоваться у психиатра. Так что, почему бы вам... Ведь у вас есть исторические связи. Ну и, в общем, считайте, что Шарляс Давур нам помахал добродушно с того света. Вот, в общем, это важнейшие новости. Пусть это там три радарные установки, чтобы они не говорили, да, опять же, почему нам это сказали. Почему нам вытащили и все это показали. Вот, почему, если я правильно помню, подписание соглашения состоялось в воскресенье. Вот, в выходные дни, да. Почему вдруг такая срочность. Вот, что-то там такое происходило. Мы этого не знаем, мы видим. Вот, и видим, когда мы это видим, что что-нибудь такое на горизонте, мы понимаем, что что-то творится, что-то важное. Этим надо воспользоваться. Это совсем не значит, что сейчас приедет французский иностранный легион за вас воевать. Это значит, что вам дают возможность выкарабить. Вы ценны чем-то. Для чего вы ценны? Вот для этого вам нужны политологи поговорить. Турция-НАТО в перспективе. Если НАТО, то Турция и НАТО. Ох, как этот вопрос заботят самих, я думаю, глав НАТО. Это их второй вопрос после Украины. Опять же, бывший сейчас отставной глава Генштаба Франции задался вопросом в телевизионной передаче, вот как мы с вами. А что делает исламский халифат в составе НАТО? Говорит, мы принимали в 50-е годы Турецкую и Светскую республику. Говорит, а вот эти сейчас что здесь делают? Ну, он бывший, он мог уже задаться этим вопросом, но наверняка этот вопрос у тех, кто на активной службе и стоит. А что с ними делать? Американские базы, которые давно обсуждается вопрос Инджерлиг, как его перенести куда-нибудь на Кипр, а что из этого будет? И, кстати, вы упомянули в самом начале энергетическую инфраструктуру. Я очень плохо разбираюсь, честно скажу, в нефтепроводах и газопроводах, надо. Я очень люблю почитать и поговорить с людьми, которые в этом разбираются, потому что это важно. Израиль, и, возможно, в этом есть какая-то доля противоречия с Хамасом. Израиль у берегов, под дном Средиземного моря, обнаруживает значительные запасы газа. Это означает, что и Ливан, наверное, что-то обнаруживает, и газа, который выходит на море. Газ останется бесполезным где-то под землей, если вы не проведете трубопроводы. А трубопровод проводить куда? Конечно же, в Европу, потому что не в Иран же вы будете или не в Иран продавать свой газ. А проводить его через Кипр, через Грецию или через Турцию, которая хочет быть газовым хабом. Один из знающих людей мне в Вашингтоне сказал, что у кого больше влияния, у израильского лобби или у Эрдогана? Он говорит, что посмотришь, где пройдет этот газопровод. Но чтобы построить газопровод, требуются большие деньги, требуется какая-то уверенность в будущем. И вот это, собственно, давайте подытожим, вернемся к началу Вашего вопроса. Почему проблемы растут, и я думаю, что будут расти сейчас просто валом в мировой экономике? Любой капиталист вкладывает деньги, когда хотя бы на три года вперед может просчитать свою ситуацию. Больше это уже может быть слишком. Меньше это опасно. Или, как говорил один мне российский инвестор, если я вхожу в переговорную комнату, и там нет хотя бы форточки, через которые я могу выпрыгнуть, я выхожу. Поэтому лучше держать деньги в чем-то, в недвижимости, которая растет в цене по всему миру, в золоте, может быть, в каких-то перебрасывать из валюты в валюту. Не знаешь вообще, что делать в криптовалюты, что делать с этими деньгами, в чем их хранить. Сейчас опять какие-нибудь санкции разразятся, и поэтому все меньше и меньше прямых инвестиций. Ты что-нибудь начнешь строить в Китае, а это попадет под санкции. В России, вот посмотрите уже, как обожглись. Ты начнешь предлагать что-то Ирану, а Иран начнет войну в ответ на это. И поэтому я думаю, что ближайшие годы будут трудными. Это не значит, что плохими. Это значит, что нам надо держаться друг за дружку. Знаменитая фраза Бенджамина Франклина, одного из основных отцов-основателей Соединенных Штатов. Джентльмены, давайте держаться в связке, иначе нас всех повяжут по отдельности. Спасибо, но вернемся все-таки к этому вопросу, Турции и НАТО в перспективе. Давайте свяжем три ваших заявления сегодня, мысли, которые вы сегодня... Итак, вы как-то сказали, что одной из проблем Азербайджана вы назвали связь с Турцией. Мы знаем, что Алиев отказывается уже, можно так прямо это слово использовать, отказывается от западных площадок, переговорных площадок. Связано ли это с тем, что сейчас происходит, вот опять же Турция и НАТО, с тем, что происходит у нас в регионе, с тем, что происходит в Израиле. И, в общем, Турция, Запад и наш регион. Россию не забывайте, и Китай. Россия, да, и Россия. Сейчас в мире идет... Я очень извиняюсь, еще если не забыть Россию, то я обозначу еще и второй такой аспект. Помним эту 3 плюс 3, формат 3 плюс 3, но Грузия не вошла и не войдет, мы так думаем. 3 плюс 2, и все названные, вот министры Израиля и так далее, премьер-министры Израиля, все страны, которые они обозначили как осью зла, Иран, Турция, до этого Россию тоже они назвали, Азербайджан, наверное, все-таки в связке с Турцией идет, и здесь вопрос Армении остается. Все эти 4 страны названы Израилем осью зла, вот 3 плюс 2, только вопрос Армении остался. Итак, это я в одну, как бы, в один вопрос это все включила. Давайте все-таки по очереди. Турция, НАТО, Алива отказывается от западных площадок. Ситуация в регионе на фоне того, что происходит в Израиле. И вот это 3 плюс 2. Давайте это 3 плюс сколько там, да. Это формат, это новый какой-то. Хорошо, скидываем это со счетов. Может быть мне кто-нибудь объяснит, это очередное противоречие, потому что невозможно себе представить, о чем они договорятся. То есть делаются поставить какие-то цветистые восточные заявления. А может они вообще не хотят договориться, просто это обозначение какого-то блока, скажем. Я когда-то, знаете, я же африканист вообще по специальности, изучал язык суахили в Московском государственном университете. Значит, это официальный язык Танзании. И там правящая партия, называется революционная партия, на суахили это Чама-Чама-Пиндузи. И вот на съезде этой партии Чама-Чама-Пиндузи один из секретарей ЦК этой партии выступает. И очень здорово он тогда сказал, встречаться, чтобы просто встречаться, это вообще не встречаться. А на суахили это звучит еще смешнее. Кукутана, квакукутана, хапана-кукутана. Хорошая кукутана. Хапана-кукутана, нафиг им встречаться, я не могу понять. Хорошо, с кукутаной откладываем. Теперь смотрим остальное, что там остается в остатке. Нет, в остатке у нас остается, не было бы войны большой. То есть, язык пламени не дошел бы сюда? Не только сюда. Корея. Значит, что показал Алиев? Понимает он это или нет? Он показал Западу, что замороженные конфликты размораживаются. Помните, еще есть Кипр? Израиль это замороженный конфликт, который, казалось бы, сколько там? 70 лет уже, да? Карабах, вот 30 лет. Это, между прочим, есть, значит, и подольше Карабаха. Есть еще Корея. Северная и южная. Это к вопросу, любимый армянский такой вопрос, про суверенитет. Про национальный суверенитет. Южная Корея, национальное государство? Там половина страны. Вот вообще. И тем не менее, какое государство? А Тайвань? Вообще непризнанное государство. Это к вопросу про суверенитет. А американские базы в Японии? Вдруг там бабахнет? Это возможные будущие очаги. Это будет основной очаг в сравнении с тем, что может происходить. Просто если посмотреть на важность того региона для мировой экономики, если посмотреть на то, что там сосредоточено и со стороны Китая, какие там ставки сделаны. Потому что в Китае проблема лидеров типа Си Цзиньпина, авторитарных, которые создают себе большую харизму. Это создаются пропаганды. Как Алиев себе создает огромную харизму. Вот я сам выиграл целую войну. Потому что иначе его съедят внутри, собственно, значит, страны. А может так оказаться, и мы не знаем, какая ситуация, никто не знает, какая ситуация где-нибудь в Пхеньяне. Что для того, чтобы его не съели свои внутри, лучше начать какую-нибудь авантюру вовне. Для того, чтобы вас не оттеснили, как Хамас, как о палестинцах, если чтобы вас не оттеснили мирным соглашением между арабскими монархиями и Израилем, давайте устроим что-нибудь такое, чтобы никто и думать не стал бы. По крайней мере, не говорил бы вслух о мирном соглашении. Значит, про оси зла. Тоже надо понимать, что это премьер-министр Израиля, легендарная тоже личность по-своему, Бениамин Нетаньяху. Который, видимо, рассчитывал на то, что у него в силу некоторого сходства личных черт должны быть хорошие отношения с Путиным и, может быть, даже с Эрдоганом. И пытался их наладить. И не сработало. Вот вы только что увидели, как могут быть родственные души, но подставить могут в этом мире. Так? Это хаос, повторяю еще раз, когда вот у вас не только шахматные фигуры, кто-то вот такой по доске, и все эти шахматные фигуры, значит, в воздухе. И сейчас задача, по крайней мере, Соединенных Штатов, тушить пожары везде, чтобы не допустить этого. Что они увидели в Карабахе? Вот как это может хвастаться. Моя статья в Нью-Йорк Таймс, на первой полосе выходит, там же, значит, Израиль, газа, вот. Я думал, что, кстати, на фоне газа Израиля, выдаю секрет просто. Моя аналитическая статья в Нью-Йорк Таймс была подписана в печать поздно вечером, в четверг. Потому что разница во времени, да, они сказали, у нас теперь выходные, воскресный выпуск, в понедельник выйдет. А в субботу война начинается в Израиле. Я думал, что ничего, наоборот, на первой полосе, которая, заголовок, да, и тогда же я сказал главному редактору, знаете, я даже не буду придумывать заголовок, потому что я же знаю, что вы же сами все переделаете. И они сделали заголовок, Карабах нам показывает, как может выглядеть мир после поражения демократических сил. Вот вам Израиль, большой, огромный материал про Израиль, вот тут рядом, значит, и дальше это продолжается на внутренних полосах. Вот Карабах нам показал, как это может выглядеть. Там они ничего на самом деле сделать не могли, это отдельный должен быть разговор, почему они ничего не могли сделать, потому что суверенитет Азербайджана, потому что это очень далеко, потому что... Заголовок уже достаточно, если они смогли, такой заголовок... Но это предупреждение, и это... Ну вот, все. Когда приезжает в Ереван уже не просто какой-то член Бундестага, а глава комиссии по иностранным делам, и когда он делает такого рода заявления, как он здесь сделал, и когда он ездит при этом еще за пределы Еревана, в каких направлениях, когда размещают миротворцев, видимо, дополнительные будут размещаться, это значит, что попытка предотвратить что-то следующее. Почему Азербайджан, почему Ильхам Алиев должен останавливаться, с чего вы вообще взяли? Естественно, да, он попытается что-то еще. С другой стороны, мой вопрос всегда был, а дальше? Ну хорошо, вот попробуй пробить какой-нибудь Зангизурский коридор. Кто сказал, что он не будет постоянно под обстрелом? Как вы вообще сможете по нему что-то возить? Если правительство Армении не будет поставлено на колени, ему не свяжут, и даже в этом случае. Кто сказал, что это правительство, которое подпишет что-либо, сохранится сколь-нибудь долго. То есть это у нас продолжается борьба в условиях критической неопределенности во всем мире. И вот в этой неопределенности задача Запада не допустить разрастания конфликтов, чтобы не возникло что-то еще. Потому что под шумок того, что происходит в Израиле и Газе, могут попытаться что-то еще делать. Вот поэтому вдруг в воскресенье в Париж приглашают министра обороны. Вот поэтому Азербайджан вдруг обиделся и говорит, что больше ездить не будет. Нехорошие вы, пока там французы, вообще не приеду я к вам. Потому что ничего там из того, что они хотели бы получить, им не светит. Вот теперь уже просто понятно. А форматы 3 плюс 3, ну там 3 плюс 2, это, наверное, затягивание чего-то или поддерживание. Я не знаю, мне вот это вполне загадочно выглядит. Кому это нужно и зачем? Наверняка по разным причинам, всем разным сторонам. Это кто-нибудь вам другой? Я слушаю, поэтому ваши передачи. Отвлечение внимания. Наверное. Кто-то мне объяснит, что здесь происходит. Да, времени очень мало, я не хочу. Я знаю, что вы спешите. Но все равно давайте все-таки вернемся опять к нашему региону и посмотрим. Два вопроса у меня. Что сделала Россия в Карабахе? Раз уж вы эту параллель и показали, и сказали, что даже... Это не ваш заголовок, даже это был. То есть параллель, она слишком прозрачная. Да. Что сделала Россия в Карабахе, и к месту здесь напомню, что в Армении находятся российские пограничники. Никто, наверное, не забыл об этом. И вчера два заявления сделал Пашинян, там интервью у него было, в Wall Street Journal. Первое заявление в настоящий... Пашинян говорит, в настоящий момент возможность вывода российской военной базы из Армении не обсуждается. Говорит Пашинян, но он говорит также, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. То есть я не вижу, что они здесь мне не нужны, но пусть пока побудут. Итак, что сделала Россия в Карабахе? Что может сделать Россия в Армении самой, где у нее свои пограничники? Давайте кратко скажу. Ничего. Так. Нет, что сделала в Карабахе? Ничего. Так, почему ничего? Почему тогда ничего? Что это за ничего? Значит так, я могу... Не может быть ничего. Это ничего было очень даже действенное ничего. Ну, мы можем только догадываться, что миротворцам было дано указание стоять, не двигаться. Ничего это тоже действие, правильно? Да, ну хорошо. Это стратегическое бездействие. Вот Россия показала, что не только Америка не может воевать сразу в трех или четырех войнах. Россия не может в двух. Все. Россия не может больше. У России все силы и средства ушли. Давайте я вам другую скажу. Вчера я слышал от кого-то из военных обозревателей, что под Авдеевкой, где идут сейчас основные бои Украинского фронта, где российское контрнаступление на контрнаступление, был взят в плен российский миротворец, выведенный из Карабаха. Если это так, да? То есть это вообще кошмар для России. То есть в топку бросают всех. В Карабахе были убиты миротворцы. Убитые. Там не было раненых. Это всегда подчеркиваю. Замечаете странности? Когда случайно стреляют куда-то в том направлении, может быть, кого-то не поцарапало, кого-то задело. Кого-то убило. Ну, убили всех. И это в двух разных случаях. И это третий случай, как минимум после сбитого в 2020 году российского вертолета, который Россия проглотила. Каждый раз Азербайджан приносил извинения, и Россия эти извинения принимала. В Баку обещали разобраться, как так, у нас такая, извините, случайность. Я не знаю, что там. Может, даже не приносило извинения, но было представлено, как приносили. Ну, я могу. Понимаете, то есть это уже не важно. Потому что мы не понимаем, почему это делается. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что мы находимся в ситуации, чем-то напоминающей 1991 год. Вот тогда был распад Советского Союза. Буду повторять тезис о том, что бывает категория политиков в таких ситуациях кризиса, которые приходят с простыми, выдающимися решениями. Сейчас мы все решим. Таким был Горбачев. Потому что все нас полюбят. Мы сейчас откроем все архивы. Мы вытащим вообще все, значит, старые кости. Хотя он потом сам начал потихонечку часть архивов, по крайней мере, закрывать. Что связано с репрессиями против поляков, когда даже Горбачев ужаснулся. Путин пришел к власти с самого начала с обещанием, что он не будет Ельциным. Он не пьющий, он спортсмен. И помните, была даже книжка «Немец в Кремле». Что он почти пунктуальный немец. А заканчивает, как Горбачев, только в другую сторону. Ну, значит, там в России сейчас происходит такая антиперестройка. Были когда-то перестроечные силы, а все остальные мрачно молчали. Потому что, ну, по крайней мере, выходили потом на акции протеста защиты Белого дома. Помните, которые расстреливали в октябре 93-го года. Какие-то ассоциации память там махали хоругвами. Теперь это официальная линия. Теперь не просто туда загоняют, как раньше в комсомол. Это просто Горбачев наоборот. А часто ирония истории в том, что заканчивается все одинаково. В Америке, кстати, свой Горбачев в виде Трампа. Который там может таких дров наломать еще. Но опять же, под предлогом предложения простого выхода из плохой ситуации. Так что на Россию я бы сейчас... То есть Россия в состоянии доставлять неприятности. И боюсь, что газ еще они отключат. Вопрос нахождения. Вот к чему я вела. Нахождение военной базы России в Армении. Это не фактор или фактор это опасно или не опасно для Армении, для региона. В данном случае... Бесполезно. И для России тоже. То есть не фактор? Нет. Знаете, мир, особенно политика, полны чемоданов без ручек. Это остатки Закавказского военного округа. Вот что он может сделать. И в 92-м году, я помню, были дебаты среди военных специалистов. Если этим российским пограничникам придется, или базе в Гюмри, придется столкнуться с турками. То кроме как... Уже тогда шел разговор о том, чтобы сбросить атомную бомбу куда-нибудь. Потому что больше ничего не остается. Как снабжать эту базу? Это чемодан без ручки. Но Россия и Турция сейчас в одном стане как бы. Ну и что? Ну на сколько? О том мы сейчас не говорим. Стан совершенно другой. Да. Мы сейчас обозначили. А что вы тогда... Давайте, значит, это как с детскими страхами. Если вам какие-то тени мерещатся, значит, давайте проговаривайте. Что это и как? Вы представляете, наверное, что Турция, страна НАТО, значит, вместе с Россией, страной-агрессором в Украине, набирают где-то достаточно сил, ну, наверное, как Турция, и устраивают что? Миротворческую операцию на территории Армении. Потому что Армения очень опасная страна. Окупируют, по крайней мере, половину страны и воюют с другой половиной. Там осаждают Ереват, да? И ждут, что будет делать Франция и Соединенные Штаты или что? Давайте. Вот давайте подумаем. Что делает Израиль в этой ситуации? То есть я бы втянул голову в плечи, но я не представляю себе этого... Расклада. Расклада, потому что, ну, нет, значит так, после того, как столько хитрых комбинаций в мире рухнули, помните был рассказ о Генри Трест, который лопнул? Да. Вот, сколько комбинаций рухнуло. Но, тем не менее, во всех планах есть, может быть, безумно дерзкая, но доля рациональности. План Путина в отношении Украины был безумно дерзким. Когда мы на это смотрели, да господи, неужели он рассчитывает, что НАТО примет его ультиматум? Нет, он не рассчитывал. Он рассчитывал, что не примут, и тогда он их поставит перед фактом. А вот теперь президентом Украины будет Медведчук, и мы еще будем лет 25 или 30 раз следовать, что случилось с бывшим президентом Зеленским. Это было прогнозируемо? Да. А то, что сейчас мы расписали здесь, это вот этот расклад, о котором вы сказали. Ну, скажем, оккупация Армении. Это детские страхи. Значит так, да, технически оккупация Армении возможна. Для чего? И кем? Ну, Турция единственная. А кто еще? Мы о России говорили. Нет, нет, нет. Значит так, кто-нибудь в армии, возьмите кого-нибудь из военных, вот, по крайней мере, или кто-нибудь, кто там служил, кто понимает, что этих военных надо кормить три раза в день, их надо чем-то снабжать, вот, их надо постоянно подвозить какие-то снаряды, ну, посмотрите на этот украинский фронт, а этих же военных надо откуда-то брать. Все-таки я вернусь к этому вопросу, как заключительный. Турция себя уверенно чувствует в НАТО? НАТО уверенно, что Турция остается в НАТО? Ой, это давайте их спросим. Что значит Турция остается в НАТО? Уверенно себя чувствует. А Армения уверенно себя чувствует в ОДКБ? Зачем вообще Армении выходить из ОДКБ? А зачем Турции выходить из НАТО? А как вы Турцию выгоните из НАТО? Я не знаю, кстати, в отличие от Евросоюза, там прописана процедура исключения. Нет, там все время говорится, что Турция очень ценный член НАТО. Ну, слушайте, практически все заявления официальных лиц, особенно когда это кто-то типа Алиева, Путина или Эрдогана, надо читать наоборот. Когда вам сказали, ну или того же Пашиняна, он говорит, когда нет, нам российская база не мешает. Так, значит, что там происходит у вас российская база? Нужно оставить ее там. Читайте между строк, да? Вот, нет, мы, значит, что-то происходит, ребята. С чего вы это говорите? Опять же, повторяю, я социолог, я студентов учу на первом курсе. Но я их учу все время находить какие-то аномалии. Вот это ненормально, этого мы не должны были видеть. Почему мы это слышим? Самая большая аномалия, что вы замечаете здесь, сейчас в этой ситуации, во всей этой картине? А, что идут разговоры о поисках урегулирования и мира. Ну, не должны, то есть, сейчас ситуация примерно как в начале тысячи, давайте вернемся к самому началу нашего разговора, попытка подписания Версальского мира так, чтобы Армению полностью поставить на колени, полностью, значит, это не срабатывает. Армения, конечно, не размера Германии и Советской России, или даже Турции, которая воспряла при Ататюрке, которую Россия там скоро воспрянет при Сталине. Вот, Армения, может быть, не такая, но и поэтому здесь появляется, видимо, французское военное присутствие. Вот вам и все. Я вам очень благодарна за сегодняшнюю встречу. Вы сейчас должны побежать. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что мы беседовали с Георгием Дерлугяном, профессором социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Беседу Вилагаяна и Аракелян. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok